Человек раньше, чем научился считать, он интуитивно научился оценивать вероятности разных линий поведения. И те люди, которые выбирали более правильные линии поведения, то есть фактически на интуитивном уровне оценивали вероятности разных событий, они выживали. И поэтому у нас, разумеется, в нашем мозгу не заложены никакие математические правила. Потому что человек со времен палеолита, каменного века не эволюционировал. А вот определенные стереотипы, вероятностные, у нас заложены. И вот есть такая поговорка, что есть простая ложь, есть наглая ложь и есть сверхнаглая ложь. Правда, недавно я еще одного, один психолог сказал, есть еще четвертая ложь, святая ложь. Так вот, спрашивается, почему статистика является даже сверхнаглой ложью, я бы сказал. Это связано с тем, что люди не очень хорошо, основываясь на своей интуиции, могут делать выводы из статистических данных. И они делают неправильные выводы. И вместо того, чтобы пенять на себя, они пеняют на статистику. И говорят, что статистика – это сверхнаглая ложь. Лги людям, но не лги себе. Лги судьям, но не лги судьбе. А Богу лгать ты все равно не сможешь. Для Бога ложь твоя есть правда тебе. Так вот, сейчас появились новые методы, которые позволяют из этой сверхнаглой ложи статистики делать достоверные выводы. Но это очень непросто. Потому что, если возьмете обычную статистику, которая оперирует с дисперсиями, со средними величинами, то получается действительно сверхнаглая ложь. Немножко больше 30 лет тому назад был придуман такой метод, который был назван, очень интересно, дейтамайнинг. Вот это метод извлечения из баз данных достоверной информации. Причем, если статистика идет от общего к частному, то дейтамайнинг идет от частного к общему. И этот метод оказывается очень эффективным. Но это все-таки математический метод. И вот в этой книге показано, как нужно извлекать информацию и находить ответы на неожиданные вопросы. Но для этого надо уметь ставить неожиданные вопросы. Если бы стали применять методы фоэкономики у нас, то можно было бы достигнуть очень больших успехов и в обнаружении фальсификации выборов, и в борьбе с коррупцией. Профессор Ильишевич прекрасно преподнес материал. Он реальный профессор. Дело в том, что я по роду бизнеса связан немного с ритейлом. Поэтому то, о чем сказал сейчас выступающий, это просто один в один то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Наша постоянная, каждодневная работа просто-напросто кишит фрикономиками и, ну, такими квази-дата-майнингами, если можно так сказать. Мы каждый день выискиваем какие-то закономерности, непонятные простым живым людям. И парадоксально то, что эти закономерности начинают работать. Например, в зависимости от того, стоит ли магазин на солнечной стороне улицы или на теневой, в Петербурге он должен стоять на солнечной, а в Ростове-на-Дону он должен стоять в тени. Дата-майнинг – известная методика, и про нее, в общем, все грамотные люди читали. Но на российском страховом рынке используется мало, потому что методика дорогая. Она требует дорогого программного обеспечения, естественно. Сейчас вроде бы, вроде бы появились более дешевые программы, не знаю, надо смотреть. Во всяком случае, пока, насколько мне известно, это используют только гранды. Значит, что касается фрикономики, первый раз слышу. На самом деле это то, что делает каждый нормальный маркетолог, так сказать, интуитивно. Он пытается найти закономерности там, где закономерности вроде бы нет. И, естественно, что мы это делаем, просто мы не знаем, что это так называется. Мы не знаем, что мы говорим прозой. И вот так вот каждый день сплошная африкономика. Нам ее много. Она работает.